В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Система оповещения и пути эвакуации прошло заседание по вопросам пожарной безопасности. Лавины с крыш. Как убирают кровли в Сарове? Саровчан приглашают на финальную серию игр областного первенства по хоккею. Далее расскажем обо всем подробно. Трагедия в Кемерово всколыхнула всю общественность. Во многих регионах страны проводятся массовые проверки торговых центров на наличие системы оповещения людей при пожаре, путей эвакуации и их исправность. В нашем городе тоже проводятся профилактические мероприятия. В администрации прошло заседание по вопросам пожарной безопасности. На встречу пригласили собственников торговых центров города, депутатов, представителей прокуратуры и, конечно, сотрудников пожарного надзора, которые напомнили всем присутствующим, с чего начинается соблюдение требований пожарной безопасности и как важно, чтобы системы оповещения всегда были в рабочем состоянии. Все эти системы предназначены для выполнения своей функции 5-10 минут буквально, потому что потом наступает воздействие на человека опасных факторов пожара. Высокая температура, продукты, токсичность, выделяемая от продуктов горения, задымление. И этих 10 минут уже хватит на то, чтобы в случае возгорания спасти несколько десятков жизней. В 2015 году в нашей стране появился закон о введении надзорных каникул. Таким образом был установлен трехлетний запрет на проведение органами государственного и муниципального контроля плановых проверок в отношении субъектов малого бизнеса. И из-за этого Кемеровский торгово-развлекательный центр «Зимняя Вишня» не проверялся пожарным надзором, и системы оповещения были отключены. Но с Равчаном беспокоиться не о чем. Владельцы наших торговых центров сами проявляют инициативу и обращаются к пожарным. Буквально все представители данной категории объектов не так рано обращались в наш адрес о проведении или о показании каких-либо консультаций на предмет соблюдения требований пожарной безопасности на том или ином этапе, либо на этапе проектирования, либо на этапе эксплуатации. Здание «Зимней Вишни» было построено в 1968 году под шоколадную фабрику. Соответственные нормативы другие и материалы. Современные здания торговых центров возводятся по новым правилам, и проблемы с эвакуацией при пожаре сведены к нулю. Торговые центры технически пожарные снищены гораздо лучше, чем другие здания. И я бы их в такую зону риска не отнес. Мне кажется, здесь главный факт не технический, а человеческий. Самые главные и ключевые – это первоначальные действия как сотрудников пожарно-охраны, прибывших к месту вызова, ну и самое первое – это первоначальные действия обслуживающих персонал. Чтобы трагедия в Кемерово не повторилась в нашем городе, владельцы торговых центров предложили представителям МЧС периодически проводить совместные тренировки или учения. И при этом делать это не только с сотрудниками магазинов. У муниципалитета зданий тоже много, и там проблем с эвакуацией еще, я думаю, больше, чем в торговых центрах, ну, надо честно сказать, в старых зданиях муниципальных. Ну, это вам просто надо честно сказать. И именно вот эти вопросы, которые выводить в муниципальные здания, их надо тоже выводить, потому что там и дети занимаются, там и взрослые занимаются вечером, там есть такие коридоры, там ни указательного, ничего нет вообще. Несмотря на то, что в нашем городе проверки мест массового скопления людей проводятся соответствующими органами регулярно, а современное оснащение торговых центров сводит риск пожара к нулю, все предложения по улучшению пожарной безопасности нашли положительный отклик у присутствующих. Мария Ируинч, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Весна – это не только тепло и солнце. С приходом этого времени года на улицах возникает ряд традиционных проблем. Одна из которых – сход снега с крыш. И если вовремя не отчаять кровли от сугробов и наледи, это может привести к серьезным последствиям. Наша съемочная группа выясняла, грозят ли саровчанам снежные лавины. Одна из верных примет весны – на крышах домов начинают образовываться твердые сугробы и наледь, которые в любой момент могут обвалиться на голову задевавшемуся прохожему. Но, похоже, жителям нашего города переживать не о чем. По словам специалистов Центра ЖКХ, очистка кровли идет полным ходом и согласно нормативам. Сейчас такая погода, оттепель, начинает в течение дня, там съезжает снег, ну, лед, ну, поэтому реагируем и по заявкам, и согласно графику. В избежание различных происшествий сотрудники стараются чистить крыши не в часы пик, чтобы вокруг здания было как можно меньше людей и машин. И если верить словам специалистов, каждый день представители управляющих компаний обходят свои участки и осматривают кровли домов, чтобы понять, какие требуют срочной очистки. Ну, убирает, но не совсем хорошо. Не совсем тщательно, можно так сказать. Я в этом здании работаю, ну, чистят сотрудники наши. Ну, Курчатов же у нас тоже все чистят. У меня пока не было претензий. Страшновато. А что боитесь? А вот сейчас вот идем и падает. Сейчас, может быть, там небольшие из балконов падают вот эти сосульки. Ну, что, а вообще, я считаю, в этом году хорошо крыши чистят. Я считаю, да, хорошо. У меня вот дома все сосульки уже сбили. Несмотря на то, что крыши города от наледи, где соответствующие службы чистят добросовестно, не стоит забывать о том, что ваша безопасность только в ваших руках. И, проходя мимо здания, не поленитесь посмотреть вверх. Не нависает ли над вами опасное для жизни и здоровье голубоснега или льда? Ирина Вашегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24. В этом году парк имени Зернова празднует 70-летие и 35 лет отмечает Дом молодежи. В сумме им 105 лет. И к юбилейным датам Центр развития культуры и искусства объявил фотоконкурс «105 радостей». На конкурс принимаются снимки, сделанные во время творческих мероприятий и отдыха горожан в парке и Доме молодежи. Принять участие можно двумя способами. Участники могут выкладывать в социальных сетях фотографии с хэштегом «105 радостей» или присылать снимки на адрес электронной почты. Саровпарк.собакамейл.ру Другая важная информация в подборке коротких новостей. В пятницу 30 марта в Центре поддержки предпринимательства выставят претендента на пост председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. Напомним, ранее глава администрации предложил городскому бизнес-сообществу выдвинуть свои кандидатуры на этот пост. К настоящему моменту в качестве соискателя изъявились 4 человека. Каждый из них представит свою программу и видение будущей работы для того, чтобы назначение нового председателя КУМИ было максимально взвешенным. 1 апреля в Нижегородской области стартует антинаркотическая операция «Дети России». Стражи правопорядка совместно с представителями других ведомств проведут серию встреч с ребятами и их родителями, где еще раз напомнят об опасности психотропных веществ. Также будут организованы рейды по местам массового скопления несовершеннолетних, где потенциально могут орудовать наркодилера. На чемпионате России по лыжным гонкам, которые продолжаются в Республике КУМИ, очередную награду завоевала сароская лыжница Анастасия Седова. Воспитанница школы Олимпийского резерва «Атом» завоевала бронзовую награду в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем. Напомним, ранее Анастасия Седова стала чемпионкой российской атлони. До лета осталось совсем немного, а это значит, что самое время начать готовиться к продолжительным детским каникулам и решать, чем занять юных саровчан на эти три месяца. В Младежном центре прошел традиционный семинар-практикум для работников лагерей с дневным пребыванием, а также лагерей труда и отдыха. Учитывая повальное увлечение детей и подростков социальными сетями, в этот раз особое внимание было уделено интернету и тому, как отвлечь ребенка от гаджетов. Также в рамках семинара представители надзорных служб напомнили всем, кто проведет это лет работой с детьми, действующие нормы и познакомились с изменениями в законодательстве. Также педагоги школ города, учреждения дополнительного образования делятся своим педагогическим опытом, акцентируя внимание на текущие изменения в молодежной среде. Не только начальники и воспитатели лагерей, но и руководители кружков и технический персонал в течение недели посещали занятия. Лариса Ганева считает, что главная задача лекций и практикумов – сделать отдых детей в лагерях интересным и безопасным. Освежить в памяти основные вопросы, связанные с сохранением здоровья детей, с правильной организацией режима лагерного – это полезно. Завершит обучающие семинары аттестации педагогов по основным санитарно-гигиеническим правилам и оказанию первой медицинской помощи. У начальников лагерей срок действия аттестации составляет один год. У вожатых воспитателей, занятых с детьми в рамках лагеря – два года. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Играй так, чтобы тебя не вычислили и не забудь избавиться от шерифа. В эти выходные Саров примет сильнейших игроков со всей России по интеллектуально-спортивной игре «Мафия». На турнир съедутся представители клубов из Саранска, Рязани, Нижнего Новгорода и Москвы. 30 лучших мафиозников проведут 8 отборочных и 5 финальных игр. Открытие турнира пройдет уже 30 марта в 12 часов дня в Молодежном центре. Подробности далее. Три стола по 10 человек, 13 игр по 40 минут. Почти двое суток участникам турнира предстоит искать за столом мафию или убирать со своего пути мирных жителей, стремясь заработать как можно больше баллов и забрать главный приз. Уже в эти выходные в Сарове пройдет второе открытое первенство по игре в салонную мафию среди сильнейших команд Приволжского федерального округа. Мы вроде не знакомы с различными профессиями, с различным увлечением, играем в эту игру в мафию. И также мы из разных городов. Мы в обычной среде, друг другу вряд ли познакомимся. А тут приезжаем и все одной дружной компанией общаемся. Это второй турнир подобного масштаба в нашем городе, поэтому организаторы стараются сделать его на высшем уровне. Чтобы все прошло идеально, нужно учесть множество факторов. Не только организовать самые игры, но и позаботиться о том, чтобы гостям и участникам было комфортно. Также в этом году предусмотрели отдельные состязания для новичков. Турнир для тех игроков, которые играют не так давно или не имеют турнирного опыта. К нам приедут люди из Владимира. У них как раз не так давно появился клуб именно салонной мафии в том стиле, в котором играют во всем мире. В основной турнир там было бы все очень тяжело за счет того, что они не такие еще опытные. На турнир в Саровске идутся представители клубов из Саранска, Москвы, Рязани, Чебоксар, Нижнего Новгорода. В финал выйдут 10 человек, показавших лучшие результаты в 8-ми отборочных играх. В этой десятке и определится победитель турнира, который станет обладателем Кубка и денежного приза. Поболеть за Саровчем приглашают всех желающих. 31 марта и 1 апреля игры пройдут в Молодежном центре. Начало в 12 часов. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников и Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24. Диана Кукушкина. У коллектива Задоринки времени на отдых практически нет. Вернувшись из Нижнего Новгорода с победы в областном конкурсе «Волшебный каблучок», девушки снова все свободное время проводят репетиции. У Дианы в коллективе ответственная роль. Она исполняет почти все акробатические партии в танцах. Это разнообразные прыжки, ЖТ, поднятие с подъемов. Самое сложное для меня – это колесо без рук. Именно за безукоризненное исполнение этого элемента Диана больше всего переживала перед выходом на сцену. Он получился как надо и нашел отклик у членов жюри. Но путь к идеально выверенным движениям у Дианы был очень трудным. Ну просто я, наверное, перфекционист и в любом деле. Танцы – это или учеба. Я всегда добиваюсь высшего результата. Потому что если я знаю, что у меня что-то не получается, что у меня что-то не идеально или не так, я обязательно буду добиваться того, чтобы все было не идеально, но хотя бы хорошо. Победа в областном танцевальном конкурсе – это не только выверенные длительными репетициями движения. Не менее важны для победы эмоции танцоров, их энергия и драйв. Сейчас техникой удивить не составит большого труда. Ведь научиться поднимать ногу до уха или прыгнуть в шпагат – этого можно добиться путем миллионных тренировок. Это можно сделать. А удивлять судьи просят душевным состоянием танцовщика. После победы участницы коллектива «Задоринки» готовы двигаться дальше. Следующее танцевальное состязание не за горами. Уже в середине апреля девушки едут в Саранск на всероссийский конкурс «Крылья». И соревноваться там придется с профессионалами танцевального дела. Кирилл Батенин, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Домашний матч не дома. В выходные стартуют финальные игры областной первой лиги. За звание сильнейшей хоккейной команды региона борются «Саров Инвест» и «Кварц». Завоевав уверенное преимущество в регулярной серии, Саровский клуб получил право провести первую встречу в рамках финала чемпионата дома. Но единственная городская ледовая арена оказалась занята. Где пройдет игра? Расскажем далее. Первая игра финала областного чемпионата пройдет в Ордатове. Об этом стало известно в начале недели. В календаре первенства матч назначен на 1 апреля. В этот же день в Сарове пройдет детский турнир по хоккею с шайбой, посвященный столетию комсомола и десятилетию Росатома. Руководство ледового дворца сделал выбор, к сожалению, не в нашу пользу. Они смогли предоставить лед только после 18.00, что не соответствует регламенту чемпионата области. И нам пришлось искать какой-то альтернативный вариант. Как пояснили нам в ледовом дворце, дата детского турнира была определена еще в декабре прошлого года. А вот о матче областного первенства они узнали лишь неделю назад. Хотя календарь чемпионата был утвержден еще в сентябре. Почему так вышло, непонятно. Очевидным остается факт. Одной ледовой арены городу явно недостаточно. И никто не может гарантировать, что такие накладки больше не повторятся. Ну а пока саровские хоккеисты приглашают горожан на матч вардатов. Мы фактически, получается, играем на нейтральном поле. То есть мы надеемся, что наши болельщики поддержат нас и приедут вардатов. И получается, что у Сеченова тоже достаточно мощная группа поддержки. Надеемся, что саровские болельщики не уступят Сеченовцам и приедут вардатов поддержать команду в одном из самых важных матчей сезона. Встреча пройдет в воскресенье 1 апреля в Фоке Рубин. Начало игры в 13.00. Вход свободный. Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова